У меня сегодня одно желание. Такое, которое уже за два с половиной года уже, даже, наверное, не желание, это, наверное, какая-то просьба или даже какую-то там, не знаю. Приходят бойцы, ССВО, раненые, приходят в отпуск для того, чтобы залечить раны, чтобы в госпитале вылечили, и чтобы они здоровыми ушли обратно воевать. Но по какой-то причине госпиталя переполнены, и наших бойцов не принимают. В конкретный случай, не буду сейчас говорить ни фамилии, ни адреса, позывной пастор, обратился боец, причем позвонил сначала главный врач города, попросил подключиться. Мы добились того, что нам вчера, то есть этот боец был, когда в Луганске пришел в госпиталь. У нас у него на руках есть документ, где написано, что в Луганске и в госпитале не можете ему сделать операцию. Нет возможности в Луганске. Ему дали две недели, чтобы он приехал в Тольятти, в Самару. Он в Самарсе, в Тольяттинске прописан. В Самаре живет в Тольятти. И мы дали две недели, чтобы он поправил здоровье дома. Прошло две недели. За две недели он не смог достучаться, не смог пробиться ни в один госпиталь. Мы вчера добились того, что у него на руках документ, где написано мест, нет. Уважаемые чиновники, уважаемые начмеды, уважаемые руководители, если нет мест, скажите нам, волонтерам. Мы построим внутри госпиталя палаточный военный городок. Мы купим ткани, сошьем эти военные палатки, как раньше было при Советском Союзе. Мы закупим раскладушки, мы закупим белье постельное. Мы найдем людей, которые будут помогать. Мы придем бесплатно, будем за ними ухаживать. Если бойцы приходят с ранениями, их нужно лечить, их нужно лечить. Это что за система? Поменяли министр, поменяли министр обороны. Генералы полетели, шапки полетели. У нас сменился губернатор. Ничего не изменилось. До сих пор нет мест в Самарском госпитале для наших самарских ребят и бойцов. Сегодня же генерала подключили к этой проблеме. Спасибо Колотовкину, Андрею Владимировичу, который подключается к любым проблемам и помогает нам, волонтерам, в решении наболевших вопросов. Это что за система? Я не знаю. Наверное, нужно всем об этом сказать. Если вы не молчаете, проблемы не решатся. Наш боец вчера был в военной прокуратуре. Наш боец вчера был в комендатуре. Они тоже разводят руками и говорят, езжай обратно. У меня все. Мне стыдно. Мне стыдно смотреть этим мальчишкам в глаза, которые приходят по два, по три ранения, которые приходят просто в дно. Подключили здоровье. Один случай был. Мы везли нашего Тавятинского солдата. Я лично ему колола уколы. Второй улки канал делала бейсболы. Весь день. Мы были в очереди в прокуратуре военной. Целый день в Прозелеве. Его не принял ни один госпиталь. Часть говорят, расформирована. Ты не наш. Подтвердила. Нужно что-то менять. Нужно, наверное, если... Или разрешить гражданским их лечить. Но это вообще, я не знаю, ни в какие рамки не лезет. То, что ребят, мы раненых не можем просто вылечить. Гроша нам всем за то, что мы не можем пролечить наших солдатиков. У меня все. Замечательный уровень. Настолько мы это. Ольга. Спасибо.